Три дня в Ульяновской области гостила делегация из Донецкой Народной Республики. Первым делом гостей, в числе которых юные спортсмены, привезли на соревнования по боевому самбо, где мальчишки и девчонки проявили настоящую волю к победе. Первое командное место заняла команда из ДНР. Они верят в победу и стараются победить в поединке. Вот эта цель, которую они себе поставили, они ее всегда добивались. И сегодня донецкие ребята победили не потому, что они там, может быть, сильнее, а поверьте, что у них в голове уже, в мозгах, вот эта победа уже давно назрела, честно говоря. Поэтому у них, они более стойкие ребята. Ульяновская область давно оказывает всестороннюю поддержку Донецкой Народной Республики. В направлении образовательном наши большие друзья республики из Ульяновской, Тамарат Хисамов и Артем Владимирович Филатов заключили соглашение в рамках образовательных направлений повышения квалификации. И сегодня больше ста специалистов образовательных учреждений получили эти дипломы. То есть это огромный вклад в развитие нашей педагогики, психологии и развитие нашей республики в сфере образования. Участники делегации возложили цветы к памятнику Героя России Дмитрию Разумовскому и посетили Дом молодых, где вместе с ульяновской молодежью посмотрели и обсудили фильм «Командир» по истории жизни Геннадия Зайцева, легендарного командира группы «Альфа». Встреча очень важна не только для гостей, но и для нашего региона. Как сказал наш верховный главнокомандующий, патриотизм – это национальная идея России. Сейчас мы все должны объединиться в едином порыве, объединиться вокруг нашего верховного командующего для того, чтобы приблизить победу. И каждый на своем месте должен приложить максимум усилий для приближения этого дня. Также гости Ульяновской области посетили Государственный фонд «Защитники Отечества». Здесь участникам делегации рассказали о работе по поддержке военнослужащих и членов их семей. Делегаты высоко оценили деятельность фонда. Самое главное, я отметил, что и здесь, что и у нас, в принципе, все – это как можно больше внимания ветеранам, проникновение в их проблемы и желание решать эти проблемы. Очень приятно, когда чувствуешь и знаешь, что ты сделал человеку добро, принес пользу. И ответная реакция – всегда улыбки, всегда слова благодарности. Много значит, много стоит. В составе делегации ДНР в Ульяновск прибыли настоящие герои. Один из них – Владимир Клименко, боец с позывным «Малыш», ростом 2 метра, отец – 11 детей. Ни танки, ни минометы, ни дроны не сломили волю и боевой дух могучего воина. Штурмовик 17 часов ждал помощи, попал в госпиталь на третьи сутки после серьезного ранения, но выжил и восстановился. Помогают. Ну, в общем, если я лежал и меня подняли, врачи мне говорили, тяжело будет тебе подниматься, и когда ты поднимешься – неизвестно. А что вы считаете главный момент, который помог вам именно? Сила воли, сила духа, специалисты, может быть, какие-то технологии? Нет, там, если сам ты не захочешь, ты не встанешь. А так как у меня младше, мне надо помогать дочке, родителям тоже. Герои ДНР провели в Ульяновске несколько патриотических встреч с молодежью, поделились своим опытом и рассказали о мужестве и стойкости бойцов. На встрече с губернатором Алексеем Русских гости обсудили итоги рабочей поездки, договорились продолжить сотрудничество в разных сферах, включая поддержку молодежи, патриотическое воспитание и гуманитарную помощь. Валентина Никонова, Александр Кудряшов и Герман Баранов. Улправда ТВ.